МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишились свободы на 24 года. Двух торговцев с пайцем осудили в Ангарске. Лучшего выберут пациенты. Конкурс «Народный врач» стартовал в городских больницах. И портреты войны. Выставка, посвященная фронтовикам, открылась в художественном центре. Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала «Актиз» в студии Елены Жерлова и прямо сейчас о главных событиях дня. Сегодня в районе 11 часов утра на пересечении улицы Горького и Московского тракта загорелся заброшенный пустырь. За считанные минуты пламя распространилось на большую территорию и едва не дошло до соседней автозаправки. По словам очевидцев, причиной пожара стала халатность горожан. Ну, грубо говоря, в 11 часов подъехал белый грузовик. Вывалили мусор, подожгли, уехали. Номер, конечно, не увидели, не запомнили. В 11.10 примерно подъехал пожарный расчет. При этом полыхало уже вовсю весь этот пустырь, заросший сухой травой, забором. Прибывший на место пожарный расчет сразу блокировал распространение огня в сторону автозаправки. Сейчас по данному факту ведется расследование. Преступление и наказание. В Ангарске вынесли первый обвинительный приговор группе торговцев синтетическими наркотиками, так называемыми спайсами. Репортаж из зала суда в материале Яны Поповой. Два молодых парня, оба женаты, есть маленькие дети. У одного приличная работа. Что же толкнуло их на скользкий путь? Илья Раев и Николай Крестин познакомились несколько лет назад и в мае прошлого года создали преступную группировку. По материалам дела Раев отвечал за хранение, фасовку и закупку наркотиков синтетической и каннабисной группы. Крестин договаривался с потенциальными покупателями о месте, времени, встрече и дозе спайса. Затем получал необходимую дозировку наркотика и продавал. От сбыта каждый получал по 500 рублей. Раев плачет Крестину вознаграждение за покупателя в размере 100 рублей. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято около 300 приготовленных к сбыту доз курительных смесей типа спайс. По результатам проведенных мероприятий данные граждане были задержаны. До суда находились под подпиской о невыезде. Крестин ранее был судим несколько раз за кражу и мошенничество. На этом не успокоился. Но в судебном заседании жене одного из подсудимых стало плохо. Девушка горько плакала. В зале суда преступника взяли под арест. Судья зачитал приговор. 13 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Яна Попова, Дмитрий Минова, Пашин. Местное время. В 14-й колонии обнаружили тела двух осужденных. Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть наступила в результате побоев. У погибших множественные переломы, ребер, рук и ног. Одному из них было 18 лет, другому 23 года. Было возбуждено уголовное дело, даже два уголовных дела, которые сейчас объединены в одно производство. Подозреваемые установлены. Проводятся необходимые следственные мероприятия, сбор доказательств. Отрабатывается несколько версий, в том числе личная неприязнь и месть за содействие правоохранительным органам. Установленные подозреваемые – это заключенные 21 года и 25 лет. Старший должен был освободиться в мае этого года. Сейчас им грозит еще один срок – ход 10 лет лишения свободы. Любовь и уважение пациентов. В Ангарске стартовал конкурс «Народный врач». Мероприятие проходит уже второй год подряд. Инициаторами выступает одна из страховых компаний и Министерство здравоохранения. Елена Мельвид продолжит тему. Год назад на двери кабинета Анатолия Лымича появилась эта табличка. Терапевт Первой городской больницы стал победителем конкурса «Народный врач». Это было неожиданно, но очень приятно, признается медик. Подарок он получил в фотоаппарат. Однако свой приз отдал в общественное пользование родной поликлиники. Короткую статью писал 16 октября, можно посмотреть в газете, где я выразил свою благодарность всем жителям Ангарска, коллективу нашему, которые так тепло отозвались о моей работе. Просто действительно неожиданно было. В этом году будет выбран еще один «Народный врач». Вот такие урны уже появились во всех детских и взрослых лечебных заведениях. Анкеты можно получить в регистратурах. В отзывах нужно указать свои данные. Это имя и телефон. А также сведения о медике, которого вы считаете достойным звания «Народный врач». Хотелось бы сказать, чтобы люди написали почему. Почему это очень важно, потому что это именно такая вот номинация «Народный врач», это не конкурс профессионального мастерства. Это то, как оценивают люди наших докторов. Один человек может оставить отзывы в адрес неограниченного количества врачей. В таком случае каждое мнение должно быть оформлено на отдельном листе. Конкурс завершится 8 июня. Победителю вручат благодарственное письмо «Сынок народного признания. Народный врач Ангарска-2015». Елена Мильвит, Владимир Сильванов, Местное время. Наш выпуск продолжит рубрика «Этот день победы». О ветеране Великой Отечественной войны Николая Балахнине и его боевых подвигах расскажут близкие родственники. К сожалению, фронтовик не дожил до 70-летия победы, но его семья хранит память о герое. Старые черно-белые фотографии, ордена и, конечно, воспоминания. Это все, что осталось от Николая Сергеевича Балахнина. Его родные бережно хранят наследие деда-героя Великой Отечественной. По словам сына ветерана Сергея Балахнина, человеком он был скромным и о войне рассказывал мало. Но те истории, что довелось услышать, передаются из поколения в поколение. Он попал в окружение фашистских сил, и дед, он в качестве разведчика, в качестве наблюдателя, он оставался в тылу врага и подавал очень ценные сведения. И поэтому он был награжден медалью за отвагу. И он не только подавал ценные сведения, он уничтожал фашистов, как и все остальные его боевые товарищи. И по подсчетам, по документации, он убил 50 фашистов. Николай Сергеевич Балахнин попал на фронт уже в конце войны. В боях под Кёнигсбергом сибиряк пропал без вести, но остался жив и вернулся к родным. Семья была из верующих. Естественно, отец тоже, он шел в бой, конечно, по всей видимости, с молитвой. И мы, конечно, вот этот день почитаем. И вот как-то вот все, я чувствую, что это каким-то божьим промыслом. Я сам верующий. У меня девочки учились в православной школе города Ангарска, Свято-Троицкой. И у нас семья чтит. В преддверии Дня Победы все православные отмечают День Святого Георгия Победоносца. Сергей Балахнин к этому празднику сочнил песню, посвятив ее 70-летию Великой Победы. А его дочь Ульяна исполнила. Где-то восход за рекой, Георгий Победа твой бой, где-то восход за рекой. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Такси для ветерана. 9 мая ветераны Великой Отечественной войны поедут на парад на бесплатном такси. Доставить их на торжество вызвались добровольцы из числа горожан. По списку Совета ветеранов нужно было всего 30 машин, но желающих помочь оказалось гораздо больше. Однако не каждый автовладелец подошел под критерии отбора. Главный критерий – это чистая машина, невысокая, не слишком низкая. Также, чтобы водитель был вежливый. Каждому водителю будет прикреплен один по одному волонтеру для помощи ветеранов спуститься, подняться. Общие колонны мы собираемся в определенном месте и выдвигаемся к дому ветеранов. Также по завершению парада Победы в 2 часа дня водители народного такси развезут ветеранов по домам. Портрет Победы. Выставка с таким названием проходит в художественном центре. На ней представлены портреты фронтовиков. Посетители могут увидеть, какими они были в годы войны и в наши дни. Идея создания выставки у специалистов художественного центра появилась еще год назад. Разработки презентовали на ярмарке социальных проектов и сразу же получили отклики и финансовую поддержку от местных предпринимателей. Экспозиция создавалась совместными усилиями. Информации об участниках войны поделили Совет ветеранов и градообразующие предприятия. Война, она оставляет след у каждого в душе. У молодежи, у тех, кто уже прошел эту войну давным-давно. И сейчас, какие бы события ни происходили в стране и в мире, война – это всегда большое горе и большая утрата. Сегодня посетители могут увидеть 25 портретов фронтовиков, прочитать их биографию. Рядом соседствуют портреты воинов, созданные учащимися художественных школ. Посетили выставку и ветераны Великой Отечественной войны. Наша с вами задача, что наш с вами долг – это как раз сохранять всех тех, кто выстроил нам страну, передал эту эстафету. И мы достойно ее должны вести. Выставка «Портрет Победы» продлится до 18 мая. Елена Милюд, Дмитрий Новопашин. Местное время. Юные воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в канун главного праздника страны встретились с ветеранами и тружениками тыла. Чем ребята смогли удивить старшее поколение – узнаем из сюжета. Ребята, которые воспитываются в центре для несовершеннолетних, не такие, как их родители. Они умеют дарить тепло людям, которые в этом нуждаются. В канун долгожданного Дня Победы мальчишки и девчонки выступили с творческими номерами перед ветеранами войны и труженицами тыла. Ведь с каждым годом до центра доходит все меньше гостей. Наша смена растет. Это будущее наше. А мы как говорим, что как поставлена работа сейчас у нас, чему мы детей научили, так будет такое наше будущее. Встречать гостей у себя дома ребята всегда рады. Тем более, что программа в этот раз блестящая. Например, танцевальные номера «Катюша», «Нежность» и «Путь дорожка» заняли первое место в областном конкурсе талантов, который недавно проходил в городе Черемхово. Ветеранов мы не просто приглашаем на мероприятия, посвященные 9 мая, но мы постоянно в совете ветеранов приходим с концертами и к Новому году, и к 8 марта. В заключении концерта маленькие и большие ребята сфотографировались с гостями на память и пригласили их на дружеское чаепитие. Году четыре. Спасибо! Спасибо! Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время. Хореографическому ансамблю детства исполнилось 30 лет. Накануне во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся юбилейный концерт творческого коллектива. На сцене выступили более 200 танцоров всех возрастных групп. Кроме того, отдельный номер в этот вечер приготовили и выпускницы ансамбля. Сейчас они сами преподают хореографию. 30 лет тому назад создался ансамбль детства. Но сейчас он вырос в такой большой коллектив, который имеет большое количество детей, их родителей, педагогов. Если раньше был один педагог, один концерт-местер, то сейчас у нас пятеро человек. В программу концерта включили 32 творческих номера. По признанию руководителя ансамбля, это лишь малая часть всего репертуара коллектива. Абсолютные патриоты. Команда МВД класса 37-й школы накануне вернулась из Крыма, где проходил Всероссийский молодежно-образовательный форум «Мы – патриоты России». Ангарчанам удалось взять верх над соперниками из других городов и привезти домой самые значимые награды. Наша команда – патриот! Наш девиз – быть патриотом – значит быть хозяином своей страны! На этом плацу в родной школе проходили многочасовые ежедневные тренировки. Курсанты МВД класса отрабатывали строевой шаг и речевки. Все это им пригодилось в Крыму. Форум «Мы – патриоты России» проходил пять дней и объединил множество конкурсов. От интеллектуальных викторин и защиты научных работ до сдачи норм ГТО. Давай, 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 дайте! В рамках форума были запланированы экскурсии. Юные патриоты побывали в Артеке. Там встретились с героем России, летчиком Владимиром Шарпатовым. На наших глазах в Международном детском центре Артеке посадил дерево. И он сказал такие замечательные слова, что вот на ваших глазах, юные герои России, я посадил дерево, я сделал свое последнее дело. То есть я вывестил сына, я построил дом и вот сделал последнее дело – посадил дерево. Ученикам помогали и педагоги. Своим участием в мероприятиях они зарабатывали дополнительные звезды. В итоге ангарская команда стала самой звездной. Но судьба самой главной награды – Кубка Героя России Шарпатова – решилась в последний день форума. У нас был очень сильный соперник. Это команда из Нового Уренгоя, из кадетской школы, где явные лидеры, вот явные лидеры. Конечно, мы шли ноздря в ноздрю. Либо у нас первое, у них второе, либо наоборот места. И до последнего не верилось, что мы станем победителями. Три кубка, огромное количество медалей, грамот, таков итог поездки. Но уже сейчас ученики 37-й школы строят новые планы. Осенью они хотят принять участие в еще одном всероссийском слете на военно-полевую тему. Елена Милюет, Владимир Селиванов, Местное время. 9 мая на телеканале «Актиз» состоится премьера документального фильма «Живая память». Путь к победе сквозь огонь, боль и потери в уникальных воспоминаниях ангарчан. Их рассказы звучат как исповедь, оглушают и надолго остаются в памяти. Четыре очевидца Великой Отечественной войны. Четыре истории о яростной борьбе за победу. Они рассказаны уже в мирное время ангарчанами, бойцами, узниками концлагерей, тружениками тыла. Их воспоминания – уникальные исторические летописи, оставленные для потомков в год 70-летия Великой Победы. Премьера фильма состоится на телеканале «Актиз» 9 мая в 16 часов 30 минут. Все это время Ангарск активно готовился к 70-летию Победы. И вот долгожданный момент настал. 9 мая в городе отпразднуют сразу на нескольких площадках. Телекомпания «Актиз» будет вести трансляцию ключевых мероприятий, посвященных юбилею Победы. В 11 часов утра 9 мая начнется торжественный парад на центральной площади города. А в 19.00 начнется грандиозное представление на стадионе «Ермак». Все это наши телезрители увидят в прямом эфире на телеканале «Актиз». Но поздно вечером в 23 часа у стадиона «Ангара» прогремит праздничный салют. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. До встречи в эфире.